Песня 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 Я не случайно начал нашу встречу с вами, с этого стихотворения было, где она повенчала всех нас своим сборником, что древний слог и есть наш слог. нас, русских, тех, кто носит не в смысле русских людей на национальности, сейчас как модно это говорить, а в смысле носителей словесности русской. И поэтому она и сказала, что есть овояние в древней речи. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, я знаю, я отдаю себе отчет в том, что я присутствую сегодня на фестивале вагонов кинемотографистов. Вот. То есть такое слово ужасное. Надо что-то выкаларивать. Вот. И я рад, что я являюсь таким человеком, который служит посредником между тем, кто создает кино и тем, кто это делает. Вообще, я нахожусь где-то посередине. Потому что совсем недавно мы с Меньшовым выпускали премьеру спектакля, где мы вдвоем вместе опять встретились через 20 лет после Шерри и Мэрли. И когда мы встретились, режиссер говорит, ну, покажите, как вы обнимаетесь, как вы целуетесь, как вы... кого-то у вас не было 20 лет вместе. И мы показали. И вот если вы будете в Москве, то я буду счастлив, если вы приедете на спектакль, посмотрите его. Там мы с Владимиром Диновичем опять встретились, но в ином уже качестве. Он не режиссер, и я не артист. очень давно, когда на заре моей биографии я узнал, что фильм Катала, где я снимался, имеет колоссальный язык, языческий успех, ну, такой невероятный. И мы предложили поездить по стране и показать эту картину народу. Вот. Ну, в чем выражалась эта поездка? Потому что я должен был выйти перед экраном и рассказать что-то забавное о съемках этой картины, а потом уйти и сесть там в зал или там, не важно, поехать в другой кинотеатр и там уже представить эту картину. Я не знал, что за артистами водится такое. Вот. И был в ужасе. Я не знал, что мне делать, что говорить вообще о картине, в которой я снимался, вообще я не умею. Я всегда привык говорить, что написано слева кто говорит, справа что говорит. А вот чтобы вот так выйти и запросто пообщаться с публикой, я не умел. Поэтому я, конечно же, позвонил своей любимой Ганночка Ганесян в девичестве, а сейчас у нас Луцкая, известный кинодраматург, ну, как сказать, она комедиолога. Это вот Ландышевский иврист. И помните мой персонаж? Вот она его придумала, стерва. Вот. И с тех пор, значит, я не звоню, Ганночка, что мне делать, надо ехать в Омск, в Томск, в Шмонск, вот, и надо выходить в перепублику, что даже сказывать. Я не знаю, что делать. Она говорит, Палеточка, успокойся, успокойся. Значит, ты должен подойти к микрофону твердой походкой. Первое, что ты должен сделать, подойти к микрофону, вот, осмотреть зал. Возьмите, я думаю. А потом сказать, говорить о себе всегда легко и приятно. И вот, говорить о себе всегда легко и приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне бы хотелось, чтобы все мои выступления или мои чтения стихов были не в одиночестве. Если вы захотите что-то спросить, о чем вы спросите меня, то, пожалуйста, можно принести сюда записку и не принести ее к авансцене, то устроители этого замечательного фестиваля мне помогут. И я отвечу на любой ваш вопрос. Мне бы хотелось, чтобы это было собеседованием, а не монологом. Хотя, у меня есть повод сегодня быть в качестве артиста, который впервые за всю историю чтецкой истории программа читает Ахмадулину. Потому что Белла всегда читала свои стихи сама. И поэтому, но потом она умерла. И о стихии ее гениальны и в осей день. Я вам скажу большее. Она так много рассказала о человечестве, о женщинах и мужчинах, что это не просто поэзия Белла Ахмадулина, это поэзия великого поэта, который был нашим соотечественным годом. И вот послушайте, как она рассказала о расставании мужчины и женщины. Мы расстаемся и одновременно овладевает мир переменам. и страсть к измене так в нем велика, что берегами брезвует река, ах, подевают к небу облака, кивает левой правая рука, и ей надменно говорит пока. Уже апрель не предвещает мая, да, мая, не не видать нам ни как льда, и распадаются и вам до мария, о, желтого и синего вражда света. вытравляет и и гаснут звуки по вине разлуки меня с тобой. Аплодисменты все конечно из ее уст выходила не только короткая шедеврик, а шедеврик и она посвятила эта четростиша венечке Ерофееву на его смерть, когда он скончался, она написала «Кто знает вечность или миг, мне предстоит бродить по свету за этот миг или вечность эту, равно благодарю я мир». «Равно благодарю я мир». Я вспомнил, а потом, да что, можно? Совсем недавно, когда мы репетировали с Мишолом, я ему напомнил случай, который, ну, который произошел у меня с ним нашли картину «Шериль Мэрли». Эта картина такая, такая народная комедия, она, ну, прошли годы, и мне кажется, что вот именно народная комедия, тем хорошо, что им годы ни подчем. Вот они проходят, и уже они растасканы по фразам, по, знаете, там, капусточки, конечно, дело хорошего, но в доме нужно держать и весны, и закуски, мама. Вот такие, значит, и, ну, я, ну, открою вам тайну. Он очень, сейчас, минуточку, не любил меня Штопа, потому что он не любил меня. Когда он меня утверждал, он сделал так, ну, ладно, пусть уже снимается, так вот таким лицом. Вообще лицо у него очень некрасивое, а еще, когда она выражает недовольство, она удваивается, она еще более противна. Лучше в кусту вообще не смотреть. Вот. Но я не привык так сниматься, я уже был звездой кино, я снялся в катале, в белых одеждах. Для меня уже это, ну, когда режиссер стоит возле камеры и вот так на меня смотрит, вот, то я играю как Бог. А здесь я вижу, и то ли его нету, то ли режиссера, то ли что-то напачкано, вот такое лицо, оно вообще неприятное, я уже сказал. И однажды я уже понял, то есть в одну секунду, какую-то секунду я стал сомневаться вообще, что я попал ли я в свой проект. И стоит ли мою шлюбу испытывать на предмет этой карьеры, кинокарьеры. Хотя где-то там в глубине души я понимал, что это событие может повернуть мою карьеру в совершенно другую сторону, что и произошло потом. Но я не любил ни любви, я не любил ни любовь. Как у Гамна, это замечательно, когда я играл в Гамна, знаете, я играл в Гамна, вот, и там я говорю о фере, когда, ну, как-то эти терпиточки, смешки, бесчестье, неправду, угнетение, боль нелюбви, закон о промедлении властей, высокомерие плечки, в достоинство из недостойных уст. Ну и так далее. Ну, шок сверху. И вот в общем, ну, таком ужасе, значит, Камлет Аферий предлагал проверить, что боль нелюбви – это еще одно из более страшных испытаний, которые может быть. Можно испытать что угодно, но нелюбовь – это невыносимо, просто невыносимо. И вот я не выносил ни любовь, ни шагу. И однажды я понял, что я должен уйти, я зашел в гамерку к Чуриковой, а так как она была моя основная партнерша по всем ролям, она сидела, что-то она там не пила, пила чай, я говорю, Инна, мы с ней были сначала на «вы», потом на «ты», потом опять на «вы». Я говорю, Инна Михайловна, я уйду из кино, из этого. Она сказала, уходи. «Это не твоя роль, ты играешь вяло, неинтересно». А я сказал, ну потому что меня не любит режиссер. Ты знаешь, я знаком с этим чувством, она говорит. Меня не любил Кончаловский, когда я снимал с «Курочкой Ревы». Он так меня не любил, но я снялась. А ты подойди и скажи ему, до каких пор вы не будете меня? Вообще, вы видите, как мужчина. Я повел тебя, мужчина. Я выскочил одушевленно ее призывом, значит, в «Курочкой Ревы» и на виду свою, это просто как в сказке бывает, идет мишон. И я кричу его, вы не любите меня? Вот так высылали звук. Он в ужасе падает, а он вообще артист. Он падает на колени и говорит, нет, я люблю тебя. И говорит, нет, встань с колен, вы не любите меня. Потому что, и тогда, ну в чем, в чем ты хочешь, чтобы я, ну, выразил свою любовь, в чем? Он говорит, когда вы стоите возле камеры, вы должны стоять и улыбаться. Если вам нравится мой дубль. Если вам не нравится мой дубль, можете не улыбаться, но стоять возле камеры. То есть я привык, что всегда, когда я снимаюсь, то я сразу «стоп!», я сразу ищу камеру, где был, очень красивая музыка, где была зафиксирована последняя точка и смотрю, там ли режиссер. И когда я вижу режиссера, не важно, какой картина, он говорит, ну, нормально, хорошо. Или, да, надо сделать еще дубль. Ну, по его выражению глаз, лица я понимаю, что произошло. А вы, а вас нету никогда. Он говорит, я тебе клянусь, с этой секунды я буду каждый день быть у камеры. Где бы ты ни находился, я у камеры. Это потрясающе. Он чуть не зашел с ума, ничего. Он, значит, мы снимаем. Стоп! Я гляжу на камеру, он откуда ты из угла бежит? Я говорю, ну, вот другое дело. Я чувствую, что любовь просто переполняет меня, ваша любовь. Он говорит, да, да, я не хочу, но я буду заполнявать. Я к чему не говорю, что, ну, мы киношники, ну, действительно валяем дурака. А ведь на самом деле Владимир Владимирович снимал потрясающую картину. Просто потрясающую. Потом, когда уже пошли годы, уже много лет, я помню, лет шесть или семь. И в очередной раз показывают Шереню Мерли, значит, полу. А я любовь. Вот это единственный фильм, где я смотрю себя с удовольствием. Просто наслаждаюсь каждой секундой. А я же там из кадра в кадр, поэтому наслаждаюсь. Вот. И вдруг звонок когда-то дается. Думаю, ну, кому в голову сейчас пришло позвонить мне? Когда я любуюсь собой, когда я люблю себя, на кому? Звонок еще раз, настойчив. Нет. Нажимая кнопку, ну, да! Алина, да. Алина говорит, Валерочка, я сегодня, по-моему, играю гораздо лучше. Вот она мне лет через пять поняла, что она снимается на свою лучшую музыку, которая играет. Ну, лучше. Есть в каждом из нас, но в творческом, в творчестве только у нас встречающемся, но в русской традиции. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, Что в печь для нас садится и женщина, которую дано, сперва намучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над охладеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение бежит, неудержимо. А мы, ломая в руки и опять осуждены, Идти все мимо, мимо, Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания Псиве тварь скользкая, Почуя на плечах Еще не появившиеся крылья. Так век за веком Скорли Господь Под скальпелем Природы и искусства Кричит наш дух Изнемогает плоть Рождая орган Для шестого чувства Вот такие же стихи Была написала На эту же тему Написала сама Но они Они большие Очень большое стихо Я там сделал Ну какие-то Ну сокращения Чтобы вам было удобно Воспринимать их Мне кажется, если я их прочту То вы почувствуете Как родство Между Беллой Ахмадулиной И поэтами Серебряного века Очевидное Называется Плохая весна Пока клялись Беспечные снега Блистать и стыть С прилежностью Метала пока Пуховый шарень Не сняла Та девочка Которая мечтала Склонить к плечу Оранжевый берет Пустить На волю локти И колени Чтоб не ходить А совершать Балет Хожденья По оттаявшей Аллее Пока Апрель Не затевал Возьми Угодный Насекомым И растением Взяв на себя Несчастный Труд Весны Везутцем Становился Не в растениях Среди гордын Зимы Среди гордин Сугробов Ледоголов Коньковежцев Он гнев Весны Притепевал Один Став Жертвой Ее Причуд И бешенств Он так Поспешно Окна Открывал Как будто Смерть Предпочитал Неволье Как будто Бит От кожи Отрывал Не устоял Перед Соблазном Боли Что Было С ним Сорвавшим Шелези Толь Сильный Дух Велел Искать Исхода Толь Слабость Щитовидной Шелезы Выпрашивала Горьких Лакомств Йода Он Сам Не знал Чьи Силы Чьи Труды Владеют Им Но Говорят Предания Что Ринувшись На поисках Беды Как славы Он Вожелал Страдания Он Закричал Грешна Моя Судьба Не гений Я И стало быть Впустую Гордясь Огромной Выпухлостью Бах Лелею Я Лишь Опухоль Слепую Он Закричал Грешнам Это я Сказал Грешна Моя Судьба Он Все Отринул Что Грозит Баженством Желал Он Мукой Выживать Свой Ум Побрезгов Его Несовершенством В груди Птенцы Пищали Не Который Который Именуется Уютом Он Жил В чужом Дому В чужом Саду И Теб Платил Хозяйки Любовытный Что Голый И Огромный На виду У всех Вершил Свой Пир Кровопролитный Ему Давали Пищи И 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 Он Приходился Праздником Кориды Он То В пустых Пельменных Голевал То Пил Коньяк В гостиных Пулсвета И Понимал Что Это Гонорар За Представление Странности Поэта И Он Страдал А Бустые Угла Разбил Он Лоб Казня Его Ничтость Но Не Обрел Достоинства Ума И Не Зведал Истин Непреложность Проснувшись Ночью В Серых Простынях Он Клял Пустого Мозга Непреличья И А Высоко Над ним Плыл Пастернак В Обрядности И В Простоте Приличья Он Снял Отверг И Тел Отверг Упрек Проступки Суеты И Нетерпения Виновен Ли Немой Что Он Не Мог Использовать Гордань Для Мои Всегда Прибуду Только Тем Что Есть Пока Не Стану Тем Чего Не Стало Так В чем Польза И Смысл Этих Мук Принесших В кожу Белый Шрам Ожога Уже Лев В том Что Момолетный Звук Мне Явится Я Скажу Так Много Затем Свечу Зажгу Перо Восьмом Судьбе Своей Воздам Благодарение Припомню Эту Бедную Весну И Напишу О Ей Стихотворение АПЛОДИСМЕНТЫ Я Действительно Счастлив Что Я Живу В Этой В Стране Где Я Могу Прочести Белодус Мадуллину Где Я Могу Ну Быть посредником Может сталкером, который... Вот сегодня я вам подарил столько ее метафор, потрясающих, просто потрясающих. Вы знаете, пока я буду жить, буду читать Ахмаду Визу. Вам, наверное, говорили о вашем сходстве с Джеймой Найерсом. Да, говорили. А вы считаете ли вы, что... Что-что? Ну, считаю ли я. Ну, вы знаете, конечно, это неприятное ощущение, что ты кого-то напоминаешь. Потому что в профессии артиста это всегда, даже быть, неповторимость. Знаете, я не повторю. Такого второго артиста нет. Но выяснили, что есть. Грустно, конечно, но с этим приходится внеиться и с этим приходится жить. Скажите о вашем участии в программе «Розыреж». А, это... Катя ушла из жизни, моя жена. И уже пять лет назад, как нет. Она умерла от рака. Внезапно и мгновенно. Но она успела до того, как ей верить, она успела меня подставить. А Кать вообще обладала чувством юмора фантастическим. А еще у меня был друг, и он есть, он жив, здоров, Игорь Золотовицкий. Но он стал крупным чиновником. Он сейчас возглавляет школу-студию «МХАТ». Это высшая театральная школа при художественном театре. Потом он возглавляет кабинет. И даже не кабинет, если я не ошибаюсь, он возглавляет дом актера Яблочкиной. То есть он с кем-то это делит, но тоже он там директор. Потому что он стал чиновником. И они вдвоем... То есть им позвонили ему, позвонили и позвонили Кате. Будет ли она согласна, если вашего мужа и вашего друга разыграют как чертов ступни вообще? Они сказали, да, с большим усложнением. Они пошли на этот розыгрыш. Но это какие-то там итальянцы это делали, у них это получалось. А какая-то проститутка должна ко мне была предстать и рассказать мне. Ну, неважно. Вы, наверное, помните этот сюжет, который... Сейчас, по-моему, прекратилась эта возня. Но иногда она была носила эти силы, будут беспощадные и просто негуманные, как Хараций. Мне позвонили, что ее тоже приехали, значит, куда-то на телевидение с ним, какие-то интервью с другом Золотовицким. Он сказал, что только он может... Он дал согласие только, если вы дадите тоже согласие. Говорит, да, хорошо, согласно. Вы все согласны. Первое, что, когда он сел в машину, мне не понравилось. Он ничего не сказал матом. Вот он сказал, здравствуй, Валерий. Это должно было меня напугать или как-то задумываться. И второе, он никогда... Он вообще... Он педагог. Он действительно выдающийся, замечательный педагог. Он выпустил не один актерский курс школы, студии МХАТ. Он вдруг спросил... То есть вопрос звучал следующим образом. Как твои студенты? Он никогда не задавал мне такого вопроса. Просто никогда. Он спрашивал... «Слышишь, мои вот это, вот они такие гениальные, твои бездамы, все это бездамы». А вот... Но когда он спросил о моих студентах, я тоже должен был задуматься. Но когда это случилось... И третье обстоятельство, которое очень... Я сейчас вспоминаю об этом сюжете. Там была потрясающая девка. Которая пристала ко мне, что она проститутка, что она за мной спала, что она жила и будет жить и любить. Такого мужика она вообще никогда больше не встретит. С одной стороны, я вижу, что это бред какой-то, что такого быть не мог. А с другой стороны, приятно. Есть, оказывается, в этой стране женщины, которые... Это, конечно, они молодцы. В смысле, они разыграли меня по полной программе. Поэтому я им очень благодарен. И Кате теперь уже, и Игорь Нику. Замечательный был розыгрыш. На мой взгляд, ну, достойно... Достойно... Как вам сказать... Этот мой личный розыгрыш был достоин всей системы этой веселой. Там не всегда было все у меня хорошо, но мой розыгрыш был замечательный. Уважаемый, любимый Валерьевич, когда вы поняли, что вы артист, сомневались ли вы, вы были профессией? Я однажды играл Гаммэта в театре Заниславского в течение двух лет, пока не умер Николай Николаевич Волков, который играл Клавдия. И Оля Яковлева ушла из проекта, и играла ее Таня Лаврова. Гертруй, в смысле. Играла замечательно Гринева, Офелию, а вообще ставил спектакль Дима Крымов. Он специально позвал всех артистов своего отца, уходящего, ушедшего театра Лефроса. И, вы знаете, мы, как получилось, мне не хотелось играть Гаммэта, и вообще я не понимал, что это за амбиция такая. Я знаю, что там в течение какого-то времени вдруг созревает такой артист в труппе, и он вдруг начинает быть мастером, и все бросается к его ногам, и пьеса Гаммэта в том числе. Я не хотел бы разделить такую участь, потому что мне кажется, что пьеса Гаммэта, как Библия, в ней все по-прежнему злободневно. Но однажды ночью Дима позвонил мне и сказал, приезжай ко мне в мастерскую, я сейчас тебе одну вещь покажу, ты сумасович. Вообще он такой странный, мой друг Крымов. сын Эфроса и Наталья Адольевна Крымлевой. Он может там позвонить ночью и говорит, знаешь, я должен тебе кое-что показать, только никому не говори. Я говорю, конечно, а ты можешь в коем-нибудь ехать? А я живу на четвертой Таверской, а мастерская его на Таверской, рядом с Кремлем, просто рядом с Путиным. Он живет по соседству с Путиным, вот там. Я к ним пришел, тихо, тайной ночью, и он мне открывает портрет, я вижу огромный портрет, он такой примитивист, папы римского, того, который умер, ну, который, знаете, уродец, польский аксент, с такой, с какими-то потрясающими глазами, глаза, которые говорили о всепрочтении, понимании человечества. Это был такое, это был такой портрет, знаете, ну, я понимал, только я, мне кажется, только я один понял его. А если показать это, ну, хотя бы ему, там, папе, или его кардиналом, то, наверное, они бы, ай, такой, урод, просто огромное наговождение каких-то страшных вещей, там, я испугался за Диму, а что это значит, Дима? Он говорит, я завтра повезу его показывать папе, это его портрет. И это с ума сошел Дима, потому что тебя не поймут, это ужасно. А потом я осекся и понял, что нет, я не прав, я не должен так говорить художнику, потому что портрет гениальный, просто гениальный. Знаете, примитивисты, они так рисуют, они, вот улица поворачивают налево, да, они не знают, что это перспектива, вообще детство, не знаю, оно и налево выворачивается между ногами. Это и есть целостная картина мира. Так говорил Маркес, кстати, недавно ушел из жизни. И вот он, и вот так же выглядел этот папа. И только ты мне пиши, вот каждую секунду, что с тобой будет служить, ладно? Я завтра вылетаю в Рим, в Ватикан, да, все, это было заказано этими католиками России. И они, эти католики, все тоже приехали туда, в Ватикан, чтобы посмотрели, как папа будет реагировать на его портрет. Я вам еще раз говорю, хочу вернуться к этому. Это было за гранью добра и зла. Это невозможно было, что-то страшное. И вот он пишет, и иду по площади Святого Петра. СМС, который еще раз подошел к Ватикану. И дальше нет СМС. Думаю, все. Наверное, его остановили, потом покажите, что вы несете, посмотрели, убили, разрезали на куски и теперь где-то вечером поздно, вечером, он мне позвонил, Дима, и сказал, я вошел в зал. Там было много кардиналов. Красно, все были в красном. Красиво, да. А что они сказали по-коррлеру? Он говорит, о ниве портретах они ничего не сказали. Потом портрет уже стоял там где-то в большом зале трону, когда вошли все кардиналы всех времен и всех народов туда, тогда везли папу. Везли папу, и все кардиналы стояли рядом с портретом. Не на портрет смотрели, а на папу. Как папа будет реагировать на сквозь. Один человек в этом мире не знает, как он выглядит. Смотрите, стоят и смотрят. Вы знаете, что когда убрали эту ткань, он себя увидел он ну естественно он не может выдавать свои эмоции, потому что он парализован был человек и он смотрел долго. Говорит, что Дима сказал, как это минут три было молчание и все от радости, что сейчас потом и восторилась вот такая тишина. и он смотрел на себя, все смотрели на папу и он сказал, не бойтесь, это я. А вы знаете, что это именно слова Иисуса, который сказал своим ученикам, когда воскрес, не бойтесь, это я. Ну так вот, однажды ночью я пришел к нему и прочел перевод Гамлета, который сделал Чернов Андрюша, питерский такой поэт с очень сильным влиянием Бродска, вот в нем Бродский бродит, знаете, и потрясающий перевод Гамлета, просто потрясающий. Я ему сказал, давай ты будешь ставить спектакль, я буду играть Гамлета, ты будешь режиссером, мы подведем Олю Яковлеву, Олю Волковую, мы там мы всех позовем, вообще я найду деньги, найдем, мы что-то найдем. Ты уверен, что я и все и более чем? И вот представьте, какое счастье в течение двух лет было играть этот спектакль, потому что впервые, может, за всю историю этой пьесы никто не был главным, понимаете? Не было артиста, который рефлексировал, прислоняясь к дверному костяку и так далее, как у Пастернака, ничего подобного. Там всегда Гамлет находился с кем-то рядом, его растаскивали, он никогда не мог быть одиноким, он вообще никогда не рефлексировал. Дело в том, что переводы осуществлялись, хотя высоких наших поэтов, Пастернак, Щеткина-Куперник, Родзинский, ну, выдающиеся авторы, но дело в том, что они делали перевод с подстрочника со среднеанглийского языка, а трагедия писалась на древнее английском языке. И там история совсем другая. И другая последовательность событий, там не главный монолог быть или не быть, хотя он остается основополагающим как эксистенциальный, как выбор. Но вот я хотел бы, я так подвожу к этому моменту, когда я читал монолог, единственный раз, когда я действительно был наедине с Завром. Хотя нет, с правой стороны стоял вот здесь Горацио здесь, и он наблюдал войско над войском, которое уходит в Польшу, чтобы громить. И вот это так современно звучит. И сегодня, и по сей день. И вообще главный монолог этой пьесы. К сожалению, в других переводах этого монолога не существует. И нашим было большим счастьем читать этот монолог, который, оказывается, жексперт оставил как основополагающим и злободневным, так скажем. что человек, что человек, когда лишь ест и пьет, домашнее животное не более. Я загнал в угол, как последний скот, и не гожусь для отведенной роли. но тот, который нас вознаградил умением мыслить и стремиться к цели, не для того, потратил столько сил, чтобы плоды его заполись не вери. животное беспамятство мое, а может, трусость с самого начала стальное отточило, остеем, и смысл отчая четвертавало. Я сам не знаю, для чего живу, такой решительный, такой умелый, твержу себе во сне, и наяву ты должен это сделать. Ну, так делай, примеров тьма, они весьма грубые и зримые, вот, во след за юным принцем от звуки бармана и трубы пехота тащит к чужим границам, ее ведет изящным мальчугам, что ждет его победа, поражение, божественным тщеславием, возбляем, нитежный дух не верит, сомнения так и пойдет до самого конца заради выгоденного яйца, что смерть, всего лишь смерть, в конце концов, каким дном за этот стыд, за платьем, идут за славы 20 тысяч самцов к своим могилам, как к своим кроватам, на тот конец идут войной, где негде разлететься двум кортечам, ну и приведут могилы их одна к другой, что даже и засыпать будет нечем ни для пустой затеи, ни для славы да будут помыслы мои кровавые или вообще не будет никаких. Это период Чернова, такого аналога в Гамлете нет, но я всегда любил его читать, когда играл, потому что Грац уставил в стране, А там открывалась дверь в театре Саниславского. И я после этой фразы «Или вообще не будет никаких» убегал, и этим заканчивался первый акт. К сожалению, Коля умер, Волков, любимец и муза Анатолий Васильевич Ефроса. Вот. Оля жива, но она играет в художественном театре. Но дело в том, что она ушла из проекта, не успев его окончательно завершить. Поэтому завершала Таня Лаврова. Это такая уникальная была актриса. Просто необыкновенная. Вот. И она ушла из жизни. Ушла из жизни Полонии. Боже мой, все ушли. Но я повторяю, я счастлив, что я был в этом проекте. Потому что мне Армен Борисович Джиграханян, перед тем, как я его пригласил на спектакль, я говорю, придите посмотреть наш спектакль. Я говорю, я расслышал. Но я говорю, я уйду, если я увижу, что спектакль про тебя. Я хочу увидеть спектакль не про тебя, а про всех. И он, я вижу, он не ушел. Когда мы играли, он понял, что Дима сделал спектакль не про Гамберта, не про Клавдия, не про Гертруду. Он сделал спектакль о любви. Он сделал спектакль о семье, об отце, о матери, о друге, о враге. То, из чего мы состоим. Я очень любил играть в этот спектакль, потому что там не было мастерства актеров. Там был смысл. Вот поэтому я, когда приехал на родину Шекспира, год назад, вместе с Крымом, мы привезли туда «Сон в летнюю ночь» или, как вам это понравится, так назвал эту историю, где со мной вместе играли все ученики всех моих, ну, поколений, если можно выразиться. В строительстве на Эйвене, представляете, рядом с могилой Великого Барта, об огромном королевском театре мы играли на спектакль. И в этот вечер пришло известие о том, что нам присуждена премия «Гран-при». Это впервые за всю историю этого фестиваля русский театр получил эту премию. Я был так счастлив. Хотя никакого отношения я к этому успеху не имел. Мы с Леей Ахиджаковой все-таки раз удивлялись. Она играла к гельцогине, у которой сидит там. Вот если вот я играю здесь, я играю Шекспира, а вот там она сидит, она меня ругает, поругивает. И мы когда утром пошли завтракать, ну, спустились с номеров, то официант всегда говорил, «Ваш бойфренд вас ждет». Она говорит, ну, я не стал его переубеждать. Мне очень нравилось, что это мой бойфренд. И она, это абегейская женщина, делаю вид, что она моя бойфренд. И она спускалась вниз. И когда мы вдвоем однажды спустились утром, то представляете, какое было счастье в гостинице люди, которые завтракали, встали и стоя аплодировали. Я успел шепнуть Лии, «Лия, вот что такое актерский успех, вот что такое слава». Хотя Пушкин сказал, «Вот она, слава». Но счастлив ли я? И поэтому мы никакого отношения к этому вообще не имели. Нам казалось, что это успех Динин, его идеи вообще, это успех Шекспира, это успех Барда, но это успех театра, это успех Вели, его величество условностей и так далее. Ну, только не нас, мелких рецидеев. Меньше всего мы были в этом заинтересованы. Но однако еще публика встала и оплодила, значит, мы разделили этот успех все вместе. Вот как это важно понять именно там, на родине Барда. Так. Это я чуть-чуть. Время диалога. Очень интересно слушать истории о жизни вашей. Скажите, как повлияли на вас съемки фильма Шерли Уэлли? Ну, повлияли, потому что это вообще событие в моей жизни было грандиозным. Это энциклопедия. Вот если вы еще раз, просто вы сегодня вечером придете домой и ну, вы включите эту кассету, а я знаю, что многие из вас это сделают, вот, то вы убедитесь, что я вращаюсь просто как солнышко в планетарной системе просто фантастических. Ну, справа Чурикова, слева Мардюкова, вот чуть поодаль Алендова. Здесь вот где-то в стороне Джаграханян. Вот там ролик, значит, Аран Анатольевич Быков сбоку Джаграханян. Чуть-чуть-чуть рядом Олег Николаевич Екремов. Вот здесь совсем близко Олег Павлович Табаков. Господи, да я могу перечислять вот на минуту сорок, что произошло со мной в момент, когда я оказался в окружении вот этой энциклопедии. Мне кажется, мне как никому повезло однажды, что я действительно внедрился в историю советского киноискурства. Просто внедрился, так немножко раздвинул плечами, и занял свое место. Нагло. Ну, годы шли, видите, уже 25 лет в картине. Уже многих нет, иных уж нет, от тех далече. И это, кажется, ну, сына же картины, недолюбую плечу, которая потрясающая работа была в этой картине. Она так фантазировала. Это, я с ней встречался и в театральных проектах, но я никогда не знал, что она такая фантазерка. Она могла бы быть выдающимся режиссером, потому что она фантазировала. Мы все отговаривали рот, просто, что она предлагала. Она с... И Мишон говорит, увидите плечу. Когда мы входили на съемочную площадку, он говорит, плечу слить. Увидите, увидите, чтобы она... Она сейчас помешала. Она говорит, ай, подожди. Мне кажется, что я вот сейчас как бы упаду со стула, а ты со стула садись. Она приходила жить с идеями. Она была потрясающей. Она была. Но она есть. Она в этой картине. Вы даже увидите ее изыск, ее стиль, ее смысл вообще в этой картине. Фестиваль движения посвящен дебютным фильмам. Вспомните, пожалуйста, ваши дебюты, первую влюбленность, первый поцелуй. По-моему, надо сейчас к ней уйти. Первый раз, когда вас узнали. Первую загранпоездку и первую крупную покупку. Вообще, все это можно вместить в историю с Джигарханяном и с Гундривой. С Наташей. Мы играли втроем. Такой был спектакль, он назывался «Какая идиотская жизнь». Такая бульварная комедия. Ну, я вам должен сказать, что мы ее сделали просто превосходно. Она не была такой комедией. Это был серьезный разговор. Ну, как сказать, разговор «Вечный треугольник». И как здорово Наташа играла там. Она так нигде и никогда не играла в таком эксцентрическом ключе. Ну, Джигарханян – это привычное дело. Он всегда это делал. А я тогда еще был совсем новоиспеченным артистом, который вот-вот и внедрялся в эту жизнь. Однажды мы были в городе, сейчас я не знаю, в ближайшем России или Украине, Венинца. Какое счастье! Повезло. И мы ехали в Киев. В Киев в аэропорт, чтобы успеть на утренний, на первый самолет, который увозил нас в Москву. И я толкал Джигарханя, а он такой неповоротливый, всегда он медленный, делал там всегда. Парабан Борисович, он не боится этих рассказов. У него, значит, есть любимый рассказ, история о том, что он снимался где-то, он снимался там всю на Луне, на Марсе, везде. И он снимается, и вдруг ему художник говорит, вы когда придете к художнику, расскажите ему, чтобы он выточку сделал вот здесь, а здесь выточку не сделал, вот там. Он хорошо придет. Он говорит, я пришел, я говорю, да, чуть не забыл. Художник просил на съемку, чтобы выточку сделать вот здесь, а там такой одесский еврей, исполнительный художник, он снимает метр, говорит, видите ли, Армен? Дело в том, что у вас сразу после шеи начинается жопа. Поэтому ни о какой выречи речи быть не может. я так и передам. Так вот, с Арменом произошла такая же история, но уже со мною, потому что Наташа, она дальше была очень в этом смысле обязательно и точна. Если она опаздывала, все для нее это было смертельно. Она не умела, не любила это делать и знала, что всегда страдает от того, что ее кто-то ждет. Не те, кто ее ждет, страдают, а страдают. Я говорю, вам это что-то перепуган, даже. Мне кажется, надо как-то переставить эти ощущения. Пусть они страдают, что тебя ждут. А ты что-то нет, нет, я вижу, она уже там, где-то у регистрационного столика, а армянская морда никак не может стремиться с места. Я ему говорю, иди, иди быстрее. А он говорит, я не могу, я устал. Я старый армянский человек, я устал. Он сегодня избрал Ахасакава, такого армянского, где-то из аула, плохо, безграмотного. И, значит, и вдруг идут два минута нам навстречу. Тогда еще, представляете, тогда в 1685. И так, не глядя, как они умеют это сделать, не глядя, подошли к нам, сказали, к Армену обращаюсь, не ко мне. Я думал, ко мне, а не меня. Нет, они к Армену обращаются. Пошел он, он уже лицо кавказской национальности. Он подошел, ваши документы. Не эти, он говорит, мои. А я подумал, он был потрясен, да, но я был потрясен, да, мне казалось, что если бы действительно на Луну полетит, то его узнали бы там, и все менты Луны, были бы, кто у Карлана вообще там сомнится, что это Джаграханян вообще. И он не понимает, что делать. А я включил этого наблюдателя, говорю, ну давай, армянская. И тебе приплыло. думаешь, ну, как ты выбродишься. И он берет паспорт, это вообще гений Джаграханяна. Вот я был гений. Потому что он великий русский артист. Он берет документы и говорит, а ведь когда-то была хорошая страна. Я этот рассказ вошел в историю как первый раз. И здесь все можно, и поцелуй, и все, что связано с этим. Потому что рассказывать о интимных странах моей жизни, хотя я мог бы рассказать о Кате, которая ушла, а через год ушла и Белла. И вдруг через какое-то время я не знаю, я сидел дома, что-то я как все, ну, вы же знаете, как это у нас сейчас водится, копался в интернете. И вдруг обнаружил стихи, которые я никогда у Беллы не видел. Она не поместила ни в один. из своих многочисленных сборников. Я был потрясен, потому что, ну, кроме того, что это были великие стихи, это еще были стихи про Катю. У меня такое ощущение, что она знала Катю и написала о ней стихотворение. Незадолго до своего ухода из жизни она написала о ней. Я вышла в сад, но глушь и роскошь живут не здесь, а в слове сад. Оно красой роз возросших питает нюк и слух и взгляд. Рассада неизвестных новшеств. о слово сад, как садовод, оно... Ой, простите, я неправильно прочел, простите, я сейчас эту стихотворение, которую я нечасто вспоминаю. АПЛОДИСМЕНТОМИЯ Я вышла в сад, Но глушь и роскошь Живут не здесь, А в слове сад Оно красой роз Возросшим Питает нюх и слух Взгляд просторней слова, Чем окрестность. Оно в нем хорошо и вольно, В нем рассада неизвестных Ножест питает чудо-чудо-чернозем, В нем рассада неизвестных ножниц. О, слово сад, как садовод под лязг и блеск Садовых ножниц, ты ближе и множишь свой приплод. Твоя тенистая чищева Всегда темна, но пред грозой Зачем потупился смущенный Влюбленный зонтик, Кружевной неяль, Искатель ручки вялой, Колено гравием Разню Садовник нищий И развязный Чему клоню, чего ищу И если вышла, То куда я вышла Маги, а грязь прочна Я вышла в пустошь захудания А в ней прочла, Что жизнь прошла Прошла Куда она спешила Лишь мук пригубила Не мою сухую муку сообщила, Что все навеки Я на миг, на миг Где ни себя, ни сада Я не успела разглядеть Я вышла в сад Так написала Так написала, значит, есть Хоть что-нибудь Да, есть И дивно, что выход в сад Ни ход, ни шаг Я никуда не выходила Я просто Написала Так Я вышла В сад АПЛОДИСМЕНТЫ Вы извините за Мою, так сказать Профонебригодность При прочтении этого Стихотворения Но оно абсолютно Никакого отношения К профессии не имеет Это стихи, написанные Беллой Я не знаю Было полное ощущение Что она знала Смерть Декати Было полное ощущение Я знал, что Что-то Их роднит Вообще Она вообще Любила Беллу Это такое Стихотворение Которое Только Если Вы меня простите Но Мне кажется Что Этим можно И закончить Нашу сегодняшнюю встречу А с другой стороны Продолжить ее Потому что Было охотно Будет всегда Как и будет Моя Катя Жить И поэтому Эти стихи Потрясающе Называется Молитва Ты Ты Населившим Глубь вселенной То явно Видный То едва Огонь Немнятный И нетленный Матери И Божества Ты Ангелы Или Природа Спасение Или Напасть Что-то И есть Твоя Свобода Твоя Торжественная Власть Спасибо Аплодисменты 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 Я Пытаюсь Сделать На своем Сайте Facebook Вперед Русские Аплодисменты 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 Аплодисменты